Беларусь выступает за усиление парламентского измерения в СНГ и других интеграционных структурах. Принципиальную позицию нашей страны президент Александр Лукашенко озвучил на прошедшем саммите лидеров Содружества в Сочи. Приверженность такому подходу подтвердил и сегодня, встречаясь с парламентской делегацией Азербайджана. Минской Баку давние партнеры и значительный вклад в двустороннее сотрудничество может внести именно депутатский корпус. Обо всем подробно Наталья Брёс. Можно сказать, что эта официальная неделя в Минске проходила под знаком белорусско-азербайджанского диалога. Она началась с визита министра обороны из этой страны и парламентская делегация в Беларуси со вторника. Насыщенные получились дни, прошли переговоры в правительстве и с руководством национального собрания. Договорились о всестороннем сотрудничестве на парламентском уровне. Гости посетили промышленные предприятия, например, побывали на Минском тракторном, а также в музее Великой Отечественной. Это была общая победа, на общие достижения рассчитывают и впредь. Еще советская дружба двух республик Белоруссии и Азербайджана стала хорошей основой для диалога стран уже на новом этапе. По-дружески общаются и лидеры Александр Лукашенко и Ильха Амалиев. Вот буквально на днях виделись в Сочи на полях саммита СНГ. Конечно, там в центре внимания были болевые точки интеграционных структур, но о двустороннем формате тоже не забывают. У нас в разных форматах состоялся обмен мнениями Ферхайдем Гендаревичем. В Сочи мы довольно длительное время провели, обсуждая многие вопросы наших отношений. Вы удивитесь, вместе с президентом Армении, втроем, зачастую подшучивая друг над другом. Но в политике это принято, в общем-то, с намеком на решение тех или иных проблем. И вот сегодня встреча с вами. Я Ильхаму говорил о том, что мы будем встречаться с вами сегодня. Поэтому еще раз прошу передать ему самые теплые слова благодарности за наше сотрудничество. Мы будем следовать тем курсам, которые нами определен. И убежден, что наши парламентарии найдут свое место по реализации этой дорожной карты. Парламент в Азербайджане однополатный. Нынешний состав депутатов работает уже почти два года. Как раз спикер Актай Асадов руководит делегацией своей страны в межпарламентской ассамблее СНГ. В Сочи белорусский президент открыто высказался о необходимости реформ объединения в целом. И в частности о том, что от парламентской структуры Содружества ждут большего, большей активности и конкретных предложений. Это принципиальная позиция белорусской стороны. Александр Лукашенко по себе знает, что такое депутатский хлеб. Поэтому и настаивает. Парламентская площадка Содружества – важное место для диалога, но работать должна результативнее. В СМИ по-разному интерпретируют мое высказывание по поводу парламентской ассамблеи СНГ и так далее. Ну, как будто белорусы за то, чтобы ее разогнать. Хотя мы были инициаторами усиления роли парламентской ассамблеи СНГ, значит, депутатов. А если она будет так работать, как сейчас, ну, что-то там обсуждают. Это хорошо, что встречаются, обсуждают. Но должен быть эффект от этого. Я думаю, что, и мы предложили, надо усиливать, если мы ее оставляем, это парламентское измерение в СНГ, значит, мы должны усилить парламентскую ассамблею. Вот мы за что выступаем. А не за аморфную, ну, по большому счету, мало кому нужную организацию. Наша принципиальная позиция в усилении парламентского измерения, в данном случае СНГ, равно как и ОДКБ и других структур. Это наша железная позиция. Еще раз подчеркиваю, я как вчерашний депутат, а врать бывших не бывает депутатов, я знаю, что такое депутатский хлеб. И я знаю возможности парламентов. Да, многие скажут, слушайте, ну, в Азербайджане и в Беларуси парламенты не играют такую роль, как где-то на Западе. Ну, и упаси Господь. Парламент-то есть, это законодательный ряд власти, есть свои функции и обязательства. Это законотворческий орган, высший законотворческий орган. Они должны писать, по-народному говоря, создавать законы, по которым живет общество. И решать другие проблемы согласно Конституции. И думаю, что наши парламенты могут в наши отношения привнести значительный вклад. Я, например, очень прислушиваюсь к тому, что говорят руководители парламента, парламентарные. Знаю, Ильхам вообще в этом плане абсолютно демократичный человек. Если что-то полезное, он образованный человек, интеллигентный, он всегда внемлет этому и прислушивается к этому. Просто надо это делать спокойно, без драк, без потасовок в парламенте, без всяких демонстраций, которые отвергают люди и у нас, и у вас. Ну, уже это, наверное, прошив какой-то мир. Мы-то точно. Я помню, и забастовки были в парламенте, еще чего-то. Но парламент не для этого. В Беларуси и Азербайджан давние партнеры. На международной арене заодно регулярные встречи лидеров способствуют продвижению экономического сотрудничества. В текущем году преодолели торговый негатив. Товарооборот пошел вверх. По итогам этого неполного года в общей копилке уже почти 100 миллионов долларов. Основа нашего экспорта в Азербайджан это товары машинпрома, деревообработки, шины, продукты питания, лекарства. А вот Беларусь импортирует из Азербайджана изделия из алюминия, продукцию нефтехимии, машиностроения и сельского хозяйства. На Кавказе с вами самые имеем продвинутые отношения, самые близкие отношения. Мы абсолютно доверяем друг другу. Мы идем к вам, создаем совместное предприятие. Не боимся, что нас завтра кинут, грубо говоря. Наоборот, мы уже дошли до того, что создаем совместное предприятие и торгуем в третьих странах. Мы идем вместе с вами дальше, туда, на юг, на восток. И мы будем придерживаться этой политики в экономике. Торговля у нас растет, военно-техническое сотрудничество. Мы это ни от кого не скрываем. Мы будем стараться, чтобы ваша оборона была надежной. Я знаю, что вы миролюбивые народы, несмотря на проблемы в Карабахе, вы придерживаетесь абсолютно мирной позиции в этом плане. Поэтому нам, как я уже сказал, министру обороны, не в чем оправдываться перед теми или иными государствами. Мы строим наши отношения так, как велит нам наш народ. Азербайджан и Беларусь имеют особенное отношение. Самое главное, что в наших странах есть свой суверенитет. Наши руководители стран ждут свою политику, не осматриваются, работают на благо своего народа. Ваша политика – это социальная политика. Вы думаете о народе. И поэтому такие близкие отношения. Вы знаете, у нас в народе за вами всегда следят. В прошлом году, когда были в Азербайджане, когда вас награждали самым высоким орденом, орденом Гейдар-Алиева, ваши теплые высказывания Азербайджана, азербайджанского народа – это какой-то стимул получать, что надо с Беларуси углублять все всесторонние отношения. Спикер азербайджанского парламента еще до начала политической карьеры на протяжении многих лет занимал ответственные посты в промышленном секторе. Понимает, насколько важна эта сфера. Позитивный пример – промкооперации стран Гянджинский автомобильный завод. Здесь выпустили уже почти 10 тысяч тракторов и почти 4 тысячи грузовиков. В сентябре между МТЗ и предприятием Гянджи подписан контракт на поставку до конца года дополнительно более 400 тракторов. Интересно работать вместе, но не меньше интересует производителей Беларуси и Азербайджана продвигаться на рынке третьих стран, например, Турции или Ирана. С прошлого года активно развивается сеть продовольственных магазинов под брендом «Белорусский». Первыми качество наших продуктов оценили бакинцы – ответный ход азербайджанцев в свой торговый дом в Минске, который открылся весной. Несколько продуктов, которые предоставляет на сегодняшний день торговый дом Азербайджана на рынок Белорусской республики, а не эксклюзивные продукты, то, что впервые это со стороны торгового дома Азербайджана привезли на белорусский рынок. Предоставляемый на сегодняшний день для покупателей Беларуси, я бы хотела вам показать, что это у нас оливковое варенье. Оливковое варенье с разными начинками. Там есть начинки с лимоном, с миндалем и с греческими орехами. И несмотря на то, что мы привезли достаточный сток на сегодняшний день, за короткий период, оно продалось, у нас сток, можно сказать, стоит на нулю. Это не магазин, а скорее витрина возможностей Азербайджана от масла и вина до текстиля. Торговый дом будет налаживать прямые контакты между производителями и потребителями азербайджанских товаров. Васиф Исмаилов уже больше 10 лет работает в Белоруссии. Открытие подобной экспозиции, говорит, назрело. За короткий период уже заключили около 15 контрактов с крупными сетями. Белорусские покупатели любят покупать любые азербайджанские товары, потому что мы при Советском Союзе знали, что на Азербайджане растут хороший чай, оливки, фрукты и овощи. Мы думали, что здесь и в дальнейшем будет открыться совместные предприятия. Сейчас у нас работает более полусотни компаний с азербайджанским капиталом. Беларусь, в свою очередь, имеет в этой стране около 70 представительств. Азербайджанские инвестиции идут в республику, но можно и больше, считает Фарман Юсубов, предприниматель с азербайджанскими корнями. Минск стал его вторым домом. Сюда он переехал в середине 90-х, выучился на менеджера-экономиста, поработал торговым агентом, а потом открыл свою фирму. Небольшое производство. В Белоруссии у него родилась и дочка. Последние 8 лет он писал научный труд, посвятил монографию отношениям Белоруссии и Азербайджана. По специальным расчетам предпринимателя, Минск и Баку имеют потенциал для увеличения товарооборота по меньшей мере в 4 раза. У нас есть все предпосылки для того, чтобы развивать наше сотрудничество. У нас есть подписанные договора, у нас есть политическая воля руководителей, у нас есть дружба между нашими народами. Я думаю, что этого достаточно для того, чтобы увеличивать товарооборот между нашими странами. Именно активность бизнеса может стать драйвером роста для общей экономики стран. Перспективными называют сферу промышленности. Здесь прорабатывается возможность СП по бытовой технике и сельхозмашинам. Потенциал видят в строительстве и банковской сфере. Бизнес уж точно не упустит выгоду. Ну а с подачи парламентариев в эту работу будут активнее включаться и регионы двух стран. Наталья Бреус, Ольга Онищенко, Виктор Шпак, Александр Горбачев. Агентство Теленовостей.